всем привет привет добро пожаловать на мой канал с вами снова настя сегодня вместе со мной я вас приглашаю пересаживать мои антуриумы почему я вас беру с собой потому что хочу посадить новым методом антуриум и вообще конечно хотелось бы одну из них да вот эту вообще содержать полностью всегда во мхе это же орхидея этот жантуриум поедет скором марии вот и его я тоже пересажу в чистый мох а там уже маша сама определит где будет выращивать в мхе и пиши пересадит какой-то другой грунт но лично для себя я очень очень скажем довольно посадкой в мох чистый мох посмотрите какой шикарный результат результат просто ошеломительный вы только посмотрите какое количество корней а вообще сажала эти череночки без корешков вот такие маленькие были воздушные корешочки они начали расти за счет них растение держалась и потом уже все дальше 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 посмотрите какой хороший результат вот так вот антуриум хорошо растет в мхе и это очень кстати удобно в жару мог как-то не знаю более мягче что ли как-то лучше удерживать влагу и тем самым жару если даже антуриум остается сухой то а он не так себе корни не так сильно пересыхают вот и смотрите даже да вот этот антуриум даже цветет и вот уже второй именно поэтому я и именно этот антуриум отправлю маша потому что он с цветочком вы тоже посмотрите а здесь кстати над ней керамзит но я сейчас буду убирать он не нужен и ради эксперимента вообще сажала один с керамзитом другой без керамзита и смотрите тут даже чуть меньше даже дам корешков но там тоже достаточно а здесь даже больше поэтому чистый мох идеальная посадка идеальная так скажем среда идеально вообще место жительства для антуриумов вот так что кому интересно оставайтесь со мной для начала хочу аккуратненько вытащить стаканчика сажать будем в этот же стаканчик вот видите из-за керамзита немножко проблематично хорошенько так или корни хотя они не прилипли смотрите как корни не прилипли керамзиту подходит хорошо может быть потому что полито сейчас хотя вот немножко местами есть трудность ну если что уж совсем плохо не отдирать керамзита ставить ничего страшного вот это вот прям очень сильно плел плел плели корешки из двух сторон я его даже не буду втаскивать потому что дабы не травмировать корешочек так как сажать будем в этот же стаканчик я сейчас сюда положу мох на дно сначала положим мох мох у меня свежий только в этом году собраны укладываю не слишком утрамбовывая что воздушным получился грунт и думаю надо вот тоже наверно мог положить аккуратно пространство моего корешочками заполняем аккуратненько и вот в принципе вот так вот наверно усадим наше растение чуть-чуть заглубим обложим примерно как то вот так получается думаю наверно еще надо немножко мха добавить час я принесу его так принесла я еще немного мха сейчас добавим какой аромат какой аромат за стоит это по посмотрите какой красивый мух у меня конечно не мы это нет совсем времени его сейчас чистить и мыть есть но стене это никак не мешает моем и чисто для себя потому что вредителей вам нет никаких кто-то мне пишет спрашивает настя вы чем-то обрабатываете мог нет я ничем не обрабатываю мух зачем мне его убивать так скажем какими-то химическими препаратами да когда он после этих обработок может просто-напросто погибнуть этот мог и уже такое не очень холоши использование а так вот он у вас еще будет прорастать внутри горшочка когда будет попадать свет и будет очень-очень даже здорово увлажнять корешочки ну вот как то так получилось вот так было так стала да вот такая вот красота листочки у него конечно будут еще расти сейчас пока вот такие маленькие но так как растение молодой конечно есть листочки будут со временем вырастать все больше и больше очень красивый антуриум кстати забыла сказать название это антуриум зизу вот у него такой красивый цвет фламинго такой красавчик такой нежный думал в коллекции любого архамана будет смотреться очень красивым и удобно из мхао так вот пересаживать аккуратненько его достаем и сажаем в красивый стаканчик у меня пока вот такой но это транспортировочный чтобы хорошо доехал а так конечно для дома можно уже в хороший красивый горшочек также в мог посадить и не обязательно кстати горшочек прозрачный вы мог и так определите по легкости сухой он или не сухой корешкам не нужен как орхидеям например большое количество света этим корешкам не надо ну вот и все я думаю растение очень понравилось новом домике и он хорошо будет жить и расти и радовать вот такое вот видео я хотела вам сегодня показать всем спасибо за просмотр всем пока пока до новых встреч